я стоим на остановке ждем автобус и собираемся поехать в роды с маяка пройдем на путешествие на лодочке вот на такой вот принципе 25 евро короче нашли лестницу блин так прикольно вообще короче сейчас стоим на остановке ждем автобус собираемся поехать в родос но если приедет автобус на полираке то и все пересядем на него и поедем полирать все первое придет туда и поедем мы приехали в родос добрые листики вот такая красота вот этот старый город вот оказывается вот сейчас посмотрим это какая схему схема клан по клан по карты короче план вот у нас вот мы здесь получается и вот как бы весь план старого города пожалуйста тебе как здесь кафешку всякие и короче тут огромный старый город на самом деле идти тут очень даже ходить тут очень даже много можно поэтому слепается заходим и вот здесь очень нормально здесь все нет это мозаики выложено здесь там был сфоткать карту он книги они огромные это было получается родосу раньше вот эта крепость была это был основной город они же потом вокруг вокруг города обычно выстраивают всякие деревни и стены какие деревья офигенно конечно тут вот с этой стороны тоже стена интересна а мы идем где где был ров с крокодилами камера да ну мне надо на фотик чтобы вот это все давайте нахаживать чтобы всю вот эту красоту ходили мы чуть-чуть по старой крепости решили пойти на эту на старый порт сейчас вот туда вот пойдем найдем только пешеходный переход и пойдем сходим в порт посидим там там о чем мы идем на красной токуроты но вообще-то нам туда надо если что зеленый горит короче слипаем до крепости крепости до маяка дойдем жарко жарко на улице а вон там все тоже башенки этой вода грязная ну конечно на 7 лодки продаются путешествие 25 евро стоит частное частное путешествие на лодочке вот на такой вот в принципе вон 25 евро 1 2 3 часа или полный день ну 25 евро думаю конечно вряд ли пол полный день это будет наверное час но в принципе за час на такой лодке можете покататься ну а вон куча рыбёсок куча маленьких мы направляемся вот туда вот вот парковка вот так вот выглядит кстати как в Греции народу все парковка золотенькая машина в аренду приехал приехал припарковался вот стоят мельницы кстати вот я сейчас как раз посмотрю вот порт здесь лодочки кораблики с чему очень много малолитражек они здесь распространены очень мало дорогих машин больших машин тоже не так много да и вот как раз бмв джип форт вон там тундра стоит как раз когда я это говорю почему-то они здесь решили все встать не на самом деле немного частные яхты может быть чита кто-то паркует свои яхты вам европейцы очень часто оставляют вот тут из турции приплыла здесь хорошо здесь приятно очень ветерок вот немецкая яхта для яхта кого-то из великобритании лэйди лэйди чё тина лэйдин тина не знаю что хотел сказать турецкая из турции здесь плыть всего минут 40 можно можно при можно как это как себе как у нас подмосковье мы на даче ездим также здесь можно приплыть принципе здесь такие яхты стоят что в них и жить можно так что я думаю что они там останавливаются снимать жилье не надо выходят гуляют там по греции гуляют по родосу и плывут потом дальше следующий порт я думаю какой-нибудь старый маяк а это старый маяк наверное скорее всего старый маяк потому что вон там наверху маяк а здесь вот так вот вот так вот может быть интересно а там мы можем наверно пройти обратно ну туда нет нет там не пройдешь тут тут внутри да ну я тут 10 хотя валяется по всему строит по ходу остатки с военных действий каких-то но так прикольно то есть можно поднять смотрите здесь тоже есть как в турции там костко спать эти эти котячие домики тоже заботятся как у вас мой дегул голуби жрут котячью еду ну как бы так соусе как бы не для вас вообще-то тут это еду сыпали смотрите какая красота а он кстати blue star ferries это это лайнер вот вот там вот кстати а стало там вот где лайнер стоит до высаживаются все эти как называют там морские круизы вот мы все круизные лайнеры они короче все останавливаться там но обычно останавливаются в течение дня там часов до семи люди выходят гуляют узалом гуляют по старой крепости а так нужно было спуститься вот так вот мы идем гуляем и гуляли по набережной не по набережной в порту я на самом деле хотел хотел вон там погулять это вот но мы оказались почему-то здесь а вот еще кстати смотрите вот эти вот штуки это мельницы вот и вот такие вот красивые вот такие вот красивые эти штуки здесь мы сейчас короче нашли лестницу я не знаю мы нашли короче здесь такую лестницу оп 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 идешь вот так вот лестница называется лестница в море блин тут конечно такая красота вообще тут конечно опасно сейчас я со своей природной граци разберусь блин так прикольно вообще офигеть офигеть какая чистая вода тут правда эти всякие штуки имеется виду что здесь под камни вот эти под водой на них налипшие кораллы но реально вода вообще просто шикарно шикарный вид и получится шикарные фотки так что сейчас прерываемся на рекламу возвращаемся в эфир мы нафоткались обратно нет пока что здесь прикольно очень красиво очень красивое море я делаю выводы о том что я раньше еще не любила гальку и не нравилось на гальке на галичных пляжах то все отдыхать но на галичных пляжах реально вода просто шикарно чистая вода нашли здесь на родности улицу бутиков вот версачи ральд лорен босс и так далее а она вся закрыта а знаете почему потому что у нас расписание работы понедельник вторник среда четверг пятница суббота а в воскресенье мы не работаем в воскресенье короче мы нифига не работаем поэтому поэтому все закрыто потому что сюда надо ехать послезавтра короче вот так что короче мы мы неудачники шопинга потому что здесь воскресенье выходной потому что как говорится работа работой выходной по расписанию вот смотрите какая машинка дайте я сниму вот такой вот старенький раритетный volkswagen zook